Среди всех клубов мы единственные были, которые играли на Пенец России. И вот эта вот, вот эта работа, тренерская работа, игры на Пенец России, вот это в сумме, все это в сумме, и, значит, помогало ребятам расти. Знаменитого в Щелкове тренера по футболу Виктора Константиновича Фоменко с 75-летием поздравляли очень тепло. Люди разного возраста, от убеленных сединами до 30-40-летних, оставшиеся на всю жизнь в футболе и давно с ним распрощавшиеся, они приехали не только из Щелкова и Подмосковья, но и из других городов. Так велико значение многолетнего труда тренера с большой буквы, так важно для них было воспитательное влияние Виктора Константиновича. Были особенно удачные годы, когда сразу несколько его учеников выходили в большой футбол. У меня был очень удачный год, 70-й год, вот сейчас я вам покажу ребят, которые здесь играют. Вот Севнышов, Михаил, ну, Тихонов, Андрей, лучший игрок был в России, в 98-м году был признан. Борис Перин, Динамо, в общем, короче, в 70-м году было 6 человек, попали в Канмастеров. Виктору Константиновичу в этот день было сказано много добрых слов. Ему дарили подарки, среди которых был и футбольный мяч, на нем все расписывались, и футболка с его фотографией. А еще любимому тренеру дали возможность открыть товарищескую игру, что он сделал вместе со своим внуком. Игру эту специально для Виктора Константиновича провели его воспитанники на поле универсального спортивного комплекса. Знаете, есть тренеры мягкие, есть тренеры жесткие, есть тренеры, которые бурчат все время, все время недовольные. Поэтому у Виктора Константиновича все есть это. Тренер не может быть какой-то однобокий. Тренер должен быть в какой-то момент лоялен, в какой-то момент жесток, придирчив, когда нужно. Возможно, кого-то по головке погладить. Потому что это же дети были. Под его началом и вышли футболисты. Заслуженный тренер России Виктор Константинович Фоменко с 1993 по 1997 годы тренировал Щелковский «Спартак». Определенно есть перспективы возрождения «Спартака». С одной стороны, это сейчас история. То, что было. То, что команда существовала здесь. Я сам лично видел, здесь были полные трибуны. В настоящий момент некий, будем так говорить, без времени. Надеюсь, что оно в скором времени пройдет. И в том числе благодаря таким людям, как Гистантинович, все-таки «Спартак» в Щелковске будет именно возрождаться и собирать болельщиков опять на трибуну. Безусловно, для Виктора Константиновича этот красивый юбилей – своего рода заслуженная награда за многолетний труд на благо Щелковцев и во имя футбола. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok